Это главная международная новость. Историческая сделка с Ираном заключена. Экономические санкции со страны сняли. Ограничения на инвестиции и экспорт продукции отменены в обмен на контроль над ядерной программой страны. Переговоры об этом шли больше 10 лет. Итак, о чем договорились и в Вене. По пунктам. Иран обязался сократить запасы урана втрое и ограничить его обогащение. За рудниками и ядерными предприятиями страны будут наблюдать международные эксперты. Этот режим продлится 25 лет. Эмбарго на поставки оружия сохраняются, но ослабевают и через 5 лет будут полностью сняты. Тегеран обязался 8 лет не производить баллистические ракеты. Эти ограничения Иран считает приемлемыми, получив в ответ гораздо большие возможности для развития экономики. Во-первых, согласован совместный всеобъемлющий план действий, состоящий из основного документа и 5 технических предельно конкретных приложений. И согласован проект резолюции Советом Безопасности, который все участники переговоров выносят в качестве соавторов в Нью-Йорке в ближайшие дни для того, чтобы он был рассмотрен Советом Безопасности и поставленным на голосование. Рассчитываем, что он будет единогласно поддерживать. И окончательная договоренность полностью соответствует той задаче, которая была поставлена в российской концепции внешней политики, а именно добиться признания права Ирана на мирную атомную деятельность, включая право на обогащение Ирана, при постановке этой деятельности под плотный контроль МАГАТЭ. Спасибо. Почему Иран так важен? А к этим переговорам такое пристальное внимание во всем мире? Это геополитика. Иран в центре объятого воинами региона. С одной стороны граничит с Афганистаном, где не прекращается противостояние с талибами. С другой – Ирак, чуть дальше Сирия. В этих странах идет гражданская война и силу набирает группировка «Исламское государство». Она для шиитского Ирана – естественный враг. Религиозные экстремисты – одна из основных угроз региона. Как раз когда в Вене шли переговоры по ядерной проблеме западнее Багдада. Началось наступление иракской армии против ИГИЛ. Сегодня в пять часов утра мы начали операцию по освобождению Анбара. В ней участвуют наши вооруженные силы, спецназ, федеральная полиция и ополченцы. Мы знаем нашего врага и будем атаковать определенные цели. Без поддержки Тегерана с группировкой «Исламское государство» Багдад вряд ли справится. В Иране ключи к другим конфликтам. Гражданская война идет в Йемене, где одна из конфликтующих сторон – шииты. Они рассчитывают на поддержку единоверцев. Еще один фактор ближневосточной политики – Израиль. Здесь больше всего опасались военные программы Тегерана и заявляли о готовности нанести по его ядерным объектам удар с воздуха. Пожалуй, это самый взрывоопасный регион – клубок конфликтов. И понятно, что появись у Ирана ядерное оружие, баланс сил резко изменился бы. Все решилось мирно, поэтому международные переговорщики так довольны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...